Государственное российское информационное агентство РИА Новости, которое возглавляет известный пропагандист Дмитрий Киселев, опубликовало статью, в которой утверждается, что война в Украине невыгодна для России, поэтому ее нужно как можно скорее заканчивать. А те российские патриоты, которые призывают воевать до конца и уничтожить Украину, это на самом деле враги, которые действуют России во вред. Автор статьи известная пропагандистка Виктория Никифорова, которая находится под санкциями Евросоюза и других государств за пропаганду агрессии против Украины. Ну а теперь методички, видимо, поменялись, и Виктория Никифорова уже пишет, что России не нужен Киев за три дня, а нужны мирные переговоры. Ну а те, кто за войну, это враги и пособники Запада. Как вы уже наверняка догадались, статья совершенно прекрасна. Давайте почитаем избранные фрагменты. На встрече с руководителями стран Африки президент Путин показал страницу испарафированного договора России и Украины, подписанного в марте 2022 в Стамбуле. Тогда за выступлениями главного переговорщика от страны Владимира Мединского, затаив дыхание, следила вся Россия и вся Украина. Действительно интересно, что же там было в этих стамбульских соглашениях. Дальше в статье говорится, что сам договор был очень хорошим и очень выгодным России. Но российские патриоты не оценили этого и стали обвинять Путина в предательстве. По сути, это была чистая победа России. Демилитаризация Украины была достигнута за считанные недели после смелого броска российских военных на Киев. А если бы Зеленский этот договор подписал, укрорадикалы разогнали бы истерику про нацпредательство, комика бы изгнали. И украинцы принялись бы истреблять сами себя, что реально запустило бы процесс масштабной и безвозвратной деноцификации. Ну в общем понятно, что в понимании российских государственных СМИ означает деноцификация. Это просто истребление украинцев. И конечно им бы было очень комфортно, они об этом прямо пишут, чтобы украинцы истребляли сами себя, чтобы не нужно было никакие войска посылать. И мы видим, что государственные российские СМИ совершенно открыто это признают. Но все испортили российские патриоты, которые не оценили такой хороший договор. А теперь припомним, какой стон стоял в патриотических кругах по поводу этих соглашений. Второй Хасавюрт, договорняк, чего только не кричали по этому поводу. А ведь на тот момент это был успех. За нами оставался Крым, вместе с нами оставались ДНР и ЛНР, Украина становилась нейтральной страной с маленькой армией. Но самое главное, были бы сохранены жизни наших бойцов. И вся эта тонкая, умная, нацеленная на сбережение русских жизней операция шла под непрекращающийся вал критики от людей, которые считают себя вроде как патриотами. В общем, понятно, Путин все сделал правильно, подписал очень хороший, очень выгодный для России договор. Но патриоты не оценили, они объединились с силами Запада, с врагами России, стали критиковать Стамбульские соглашения и сорвали долгожданную победу. Ну а дальше начинается самое смешное. В статье открыто продвигается мысль, что долгая затяжная война России невыгодна, поэтому нужно подписывать перемирие. А вот те, кто выступает за войну до победы, до самого конца, это на самом деле не патриоты, а враги России и вредители. Цель которых как раз втянуть Россию в долгую затяжную войну и тем самым сильно ее ослабить. Вновь повторяется ситуация со Стамбулом. Наши враги видят, что мирное соглашение выгодно для России, поэтому отвергают все планы один за другим. Что китайский, что индонезийский, что африканский. А наши самоназначенные патриоты уверены, что мирное соглашение это непременно хитрый договорняк. И тоже заранее с порога критикуют все предложения. Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию. Ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколение вперед. Наши патриоты требуют примерно того же. Воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей. Но давайте будем уже реалистами. Во время Великой Отечественной войны в ходе освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков погибло около трех миллионов советских воинов. Не хотелось бы побеждать сегодня такой ценой. Согласитесь, это прекрасно. Государственная российская пропаганда теперь ставит знак равенства между врагами России и вот этими российскими турбопатриотами. Зет-патриотами, рассерженными патриотами, как их только не называют. С этими персонажами типа Гиркина или Царева, которые призывают воевать до конца, уничтожить Украину и так далее. Государственная российская пропаганда теперь признает, что у России нету просто ни сил, ни ресурсов, ни людей, чтобы идти до Львова. Что Россия просто не в состоянии это сделать. И это, если Россия там пойдет дальше, то просто обойдется ей колоссальной ценой и придется положить миллионы российских солдат. То есть, по сути, люди, которые кричали полтора года назад, что они за три дня дойдут до Киева, сейчас признают, что Россия не способна это сделать. У России просто нет такой возможности. И поэтому призывают подписывать какой-то мирный договор с Украиной и заканчивать войну. Короче, заныли. Чтобы дойти до польской границы и сегодня нужны миллионы бойцов. Где их взять? Собрать по всей стране? Не, но у нас есть еще Дальний Восток, есть Закавказье, Балтика, бесконечная граница со Средней Азией. И везде на низком старте уже стоят американцы. Везде они готовы влезть на нашу землю. В общем, россиянам объяснили, что до польской границы идти нельзя. Потому что везде на границах России стоят американцы, которые только и ждут момента, чтобы напасть. Поэтому Россия должна экономить военных. Россия не может себе позволить всех положить в Украине, потому что тогда некому будет защищать другие границы. То есть, опять же, им не людей жалко. Они относятся к людям как к ресурсу и так и поясняют. Если мы всех людей потратим там, то значит не останется людей на другие направления. В заключении статьи автор просит россиян немного потерпеть. И пишет, что Россия еще обязательно захватит всю Украину. Но когда-нибудь потом. Лет через сто. Возвращение своих земель Россией – это очень долгая история. Максимальные территориальные приобретения должны сопровождаться минимальными человеческими потерями. Это наш исторический стиль. В 17 веке мы воевали за эти же земли с Польшей десятилетиями. Двигались вперед по чуть-чуть, по шажочку. Щадили людей. После смуты у нас была очередная демографическая яма. В 1667-м подписали Андрусовское перемирие. Поэтому договору поляки разрешили нам взять в аренду Киев. Да-да. Купили окончательно мы его только потом. А поначалу это был договор аренды на два года. Тоже, наверное, ворчали тогда рассерженные патриоты с капустой в бородах. Измена, договорняк. Ну, тут намек на аренду Крыма. Ничего. Перетерпели эти крики. Двинулись дальше. В 1686-м году Москва подписала с Польшей вечный мир, окончательно выкупив Киев и Левобережье. Не прошло и столетия, как Польша прекратила свое существование. Часть ее вошла в нашу империю. Именно в таком длинном историческом периоде прирастает людьми и землями наша Россия. В общем, государственная российская пропаганда в очередной раз демонстрирует чудеса эквилибристики и переобувания в воздухе. Тех, кто громче всех кричал, что нужно идти до польской границы, воевать до победы, теперь объявляют врагами. И я не удивлюсь, если мы еще увидим судебные процессы над этими самыми кровожадными российскими патриотами. Причем эти процессы будут проходить не в ГААГе, а в самой России. И судить этих пропагандистов будет нынешний путинский режим. Но на самом деле, если говорить серьезно, мы все понимаем, почему методички так стремительно меняются. Почему они сейчас вот так комично, так смешно и позорно переобуваются в воздухе. Почему они так неуклюжи, да, буквально вот на 180 градусов разворачиваются, начинают нести совершенно противоположные вещи тому, что они говорили еще совсем недавно. Это происходит не от хорошей жизни, а только лишь потому, что Украина продемонстрировала стойкость и упорство. И Россия получила по зубам. Россия поняла, что захватить Украину не получится, что нет сил, что украинцы отчаянно защищаются, что Украина будет стоять до конца. Поэтому теперь они делают вид, что ой, да не очень-то им и хотелось, делают вид, что мы вообще экономим людей. Нет, им не людей жалко, людей им как раз не жалко. Они все это пишут только потому, что они поняли, что Украина не по зубам. Поэтому они им переписывают эти методички, поэтому они сейчас вот это все начинают транслировать. Поделитесь видео, друзья, обязательно подпишитесь на канал, если вы все еще не подписаны.